Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. И сегодня у нас в гостях Александр Иванович Лаврухин, дирижер Оркестра народных инструментов, и Наталья Николаевна Макарова, артист того же оркестра. Здравствуйте! Здравствуйте! В этом году, 9 декабря, Оркестру народных инструментов исполняется 40 лет. Это целая жизнь. Расскажите, пожалуйста, для начала о том, как будем праздновать. Это вы меня спрашиваете, да? Ну, во-первых, не 9 декабря, а просто в этом году исполняется. А 9 мы просто делаем праздничный концерт, посвященный 40-летию оркестра. Это было действительно так давно, в 1977 год. Я пришел в оркестру в 79 году. Он два года уже без меня существовал. И потихоньку начал обрастать. Начали приходить в основном педагоги музыкальных школ. Он начинался даже скорее не как оркестр, а как клуб любителей народной музыки. Вот скорее так. Мы занимались только по воскресеньям. Вот представляете, с маленькими детьми, ведь в выходной день в основном женщины приходят утром на репетиции каждое воскресенье. И мы общались, мы дружили, разговаривали друг с другом. Ну, в общем-то, был клуб. Самый настоящий клуб. Ну, естественно, и играли. Конечно, играли в то время очень мало программ, потому что за одну репетицию в неделю много не выучишь. Вот. Но уже оркестр начал показываться на сценах как любительский. Мы сначала были при клубе «Красное знамя». Знаете такое? Его уже нет и клуба теперь много лет. А был это первый, кстати, рабочий клуб Рязани. Первый рабочий клуб Рязани. Он на Первомайском проспекте. Сейчас там дом офицеров. Там у вас была база для репетиций. И мы вроде считались при приборном заводе. Он был, этот «Красное знамя» клуб от приборного завода. Потом, когда вот это известные 90-е годы, приборный завод от этого клуба отказывается. И мы, в общем-то, остались не у дел. Но нам в это время был директором Осипенкова Анатолий Яковлевич. Он потом был начальником городского отдела культуры несколько лет. И он сказал, не разбегайтесь, не расходитесь. Будет все. И в 92-м году уже мы были ничейные. И мы стали муниципальные. В 93-м профсоюз отказывается от дворца профсоюзов. Он переходит в город. И там становится он, говорят, профсоюзов, муниципальным культурным центром. И мы переходим на эту базу. Первый коллектив был муниципальный. Мы уже были муниципальные. И вот он стал первый. И сейчас он самый старший коллектив из 8 или 9 коллектива у нас профессиональных в муниципальном культурном центре. Но мы самые старшие. И к настоящему моменту состав, основной состав оркестра, сколько человек? И какой возрастной контингент? Все-таки совсем разнообразные, насколько я понимаю, музыканты. От самых милых до самых серьезных, солидных. Мы... У нас по штату 44 человека вместе со мной. 40 артистов, два вокалиста-солиста и я. А возрастной, как говорится, ценз у нас, наверное, от 16 до 80. Ну уж это вы... Ну, Альбина Николаевна почти... 76 лет. 76, да. Ну вот 76. На чем же играет музыкант этот 76-летний Альбина Николаевна? Альбина Николаевна. Рядом сидит с Натальей Николаевной на Альтовой домре. Альтовой домре. Альтовой домре. Так что же приводит всех этих людей, 40 человек, от 16 до 76 лет, в оркестр на репетиции, на жесткие репетиции довольно-таки, все эти годы, в течение 40 лет? Несмотря на маленькую зарплату, что приводит всех этих людей? Вот Наталья Николаевна скажет, она по другую сторону. Да, вы уже 27 лет, вы уже 27 лет в составе коллектива, и что вас ведет на эти репетиции каждый раз? Ну, во-первых, просто любовь к народной музыке. Во-вторых, желание сохранить исполнительство. А потом я вам еще хочу сказать одну такую вещь. Вот о популярности оркестра. Хотя он представлен, я считаю, в городе не очень достойно. Я считаю, что он заслуживает большей популярности, большего внимания со стороны городских властей, которые всегда нам говорят «браво», всегда «как здорово», «ой, большое спасибо». В основном этим ограничивается. Не могу сказать, что они проявляют достаточное внимание к нам. Я понимаю все трудности. Я понимаю, что культура финансируется по остаточному принципу и так далее. Вот совсем недавно, несколько дней назад, это вот показатель в Санкт-Петербурге, был конкурс международный исполнителей, детский конкурс. И наш мальчик, Егор Дерябин, он получает первое место, он домрист. Даже не первое место, а гран-при. Плюс к этому он получает гран-при. И корреспондент задает ему вопрос. А вот скажи, пожалуйста, Егор, вот ты сейчас завоевал первое место, получил гран-при, вот ты будешь учиться в престижных вузах, потому что с ним ездил концертмейстер Ирочка Зейна, она наша тоже артистка. И она говорит, я обратила внимание, что когда была репетиция, все замерли. Я, говорит, не поняла. А его так внимательно сутно. Ну, действительно, очень хороший мальчик. И его спросили, вот ты закончишь вуз, а вот где бы ты хотел играть? В Осиповском оркестре или, может быть, в оркестре радио? Мальчик задумался, а мальчику 11 лет и сказал, я хочу играть в Рязани в оркестре Лаврохина. Понимаете? Могу подтвердить слова это. Я тоже училась в первой музыкальной школе, и Александр Иванович приходил к нам на сводные репетиции. И это была мечта многих попасть, даже не мечта, а цель, наверное, попасть в оркестре народных инструментов Александра Ивановича Лаврохина. Поэтому такая вот планка высокая. К сожалению, ну, хотя тенденция немножечко меняется, к сожалению, пока смены, вот, так сказать, мы не видим. Хотя сейчас уже выросли молодые исполнители и тоже артисты нашего оркестра, которые готовят смену. И надо сказать еще такой вот положительный факт. В нашем оркестре играли заслуженные артисты России Колупаев, заслуженные артисты Разведевственных. Из недра оркестра вышли такие замечательные коллективы Сергея Алексеевича Ванькова. Сначала сюрприз, а теперь и АК, который теперь лауреат всероссийских и международных конкурсов. Дима Козырев, замечательный ученик Александра Ивановича, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Это баян, да? Руководители ансамбля Рязаночка. Вот у нас недавно был концерт, посвященный 80-летию области. Но это был фейерверк. Даже музыканты, которые сидели в зале, во-первых, был в ударе сам оркестр, ансамбль замечательный, а Дима бегал туда-сюда, то он играет на баяне в оркестре, то он, значит, аккомпанирует Рязаночки, то он с ними вместе поет. И мне потом сказали, вы знаешь, сидели, просто дрожь пробирала. Понимаете? И вот почему вот эта атмосфера творчества, этого не хватает. К сожалению, народные инструменты почему-то не так популярны, да? Родители с удовольствием отдают детей на фортепиано и гитару, но ничего не знают о гуслях, домрах, балалайках, контрабасах и баянах. Как привить любовь нашего народа, это же любовь к традициям, можно сказать, к искусству, вот именно игры на народных инструментах, что для этого нужно делать? Ну, во-первых, вот на сегодняшний день, если так, да, в общем-то ситуация достаточно даже тревожная. Если говорить о том, что в музыкальном колледже на сегодняшний день не учится ни один баянист. А было по 100 человек в свое время, а сейчас ни одного не учится. Потому что это, я считаю, государственная политика недостаточно обращает внимание на это. Я даже не хочу говорить, что было много всяких моментов, не совсем тоже в советское время, я очень хорошо это помню. Но все-таки там искусство, и народное искусство, это была идеология. Это идеология. Сейчас, извините, я при такой, как говорится, аудитории большой, но если высокий чиновник из культуры говорит, а зачем нам балалайка? Это самый высокий чиновник по культуре России, не Рязани, был в Рязани. Он и так сказал, зачем это нужно. То о чем можно говорить? О поддержке государственной. Вот тогда, когда они взяли бы из советского времени именно вот это, что это на самом деле. Да, сейчас много компьютеров, очень много времени это и занимают. Но поддержать, ведь в основном все держится на энтузиазме стариков. Почему, вы говорите, молодежи нет? Есть молодежь, но не в том количестве. И в музыкальных школах. Вот я же езжу по всей области, не только в Рязани. У меня вот, я куратор Новомичуринского зоны, так, национального объединения. Там 17 школ ходят. И в прошлом году был конкурс на народных инструментах. 100 человек выступал. 100. Но мы с утра до самой ночи слушали на конкурсе. Значит, люди есть. Но другое дело, что для того, чтобы двигать, должны быть потом профессионалы. А профессионалы стареют. Педагогические кадры, допустим, в нашем же колледже прямо катастрофически стареют. Потому что молодежь, извините, на такие зарплаты, или нужно в 10 местах работать, чтобы прокормить семью. Да, не так хорошо мы, как говорится, и в советское время зарабатывали. Но все-таки там было, да, уравниловки больше было. Но мы, как говорится, зарабатывали не врачи, учителя, музыканты. Мы зарабатывали примерно одинаково, но нам хватало. А сейчас совсем по-другому. А поколение 90-х как раз сейчас рожают детей, которые должны учиться в музыкальной школе. А они уже от высших. Да, это такой тревожный звоночек не только в плане музыки, но в плане вообще. Много говорят о патриотизме, о развитии патриотизма. И при этом упускают такие важные вещи, получается, что государственная политика. Говорить нужно, это нужно обязательно говорить, но нужно, кроме разговоров, и настоящая поддержка этому. Действовать, надо действовать помимо разговоров. При этом очень приятно на самом деле видеть, что несмотря на те сложности, которые каждая эпоха приносила, потому что 40 лет это несколько эпох прошел оркестр, прежде чем сегодня стать легендой. Я не побоюсь этого слова, потому что оркестр народных инструментов под управлением Александра Вайловича Лаврухина это легенда, о которой знают из-за пределами нашего региона. И при этом я вижу, что у вас не то, что не опускаются руки, но благодаря вам, я думаю, будет оркестр жить и греметь и далее. Спасибо, что пришли к нам в гости. Я думаю, что и наши телезрители заинтересуются и обязательно 20 октября посетят ближайший концерт оркестра. Я помню вальса, звук чудесный, такой приятный, очень популярный. Очень милый концерт. Там совсем популярная музыка будет, начиная от страуса и заканчивая «Берегись автомобиля». Такие вальсы, такой диапазон. И следующий концерт будет как раз 9 декабря? Нет. Может быть. У нас еще есть программа очень хорошая, наверное, будет еще до 9. Это «Юный вертор из Рязани». Уже более 15 лет этот проект существует. «Лучшие дети Рязани играют с нашим оркестром». Вот тот домристик, который маленький, 10-летний, который завоял гран-при, он будет уже играть с нашим оркестром. Причем дети не только народники. Пианисты, скрипачи. Да, у нас не только народники. Как и солистный оркестр получается. Да, духовники, вокалисты. Спасибо, что нашли время в своем плотном репетиционном графике. Пришли к нам в студию. Итак, у нас в гостях были дирижер Оркестра народных инструментов Александр Иванович Лаврухин и артист Оркестра народных инструментов Наталья Николаевна Макарова. Я обращаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»